Как необходимо воспитывать молодежь, чтобы она не интересовалась нежелательным контентом? Современный мир интернета и доступность запрещенной литературы влечет за собой большую опасность. Поговорим об этом с политологом Расулом Жумалы. Добрый вечер, Расул. Добрый вечер. Вот что современные родители, педагоги, наставники делают не так? Какие важные моменты упускают в воспитании? Ну, наверное, это не только вина для родителей или педагогов. Это комплексная проблема, наверное, для многих стран и чувствительная для Казахстана. Молодые люди зачастую оказывают все предоставлено сами себе. У взрослых времени на них нет. Они достаточно очень чувствительны, легко ранимы. Уже вступают в взрослую жизнь. И это и государственная политика. Это роль, конечно же, традиционного духовенства. Это вопросы школ, качество образования этих школ, доступность образования хорошего, качественного. Тоже религовидение, которое вроде бы проходит в школах, но насколько хорошие педагоги. А почему молодежь так легко увлечь ошибочными теориями и практиками? Ну, наверное, это и неудивительно. С 17-18 лет, в итоге 29 лет считается периодом молодого возраста. В этот период люди на самом деле как губка впитывают всю информацию. Иногда полезную, иногда не совсем полезную, иногда даже опасную. С чем связана, допустим, экстремистская теория. И здесь, конечно, большая роль принадлежит старшему поколению. Я имею в виду и интеллигенцию, и тех же педагогов, тех же родителей. Вроде бы хорошо, когда молодой человек занимается религией, отходит от тех-то плохих привычек. С другой стороны, отделять религию, ту же традиционную нашу религию, от привнесенного, от вот этих плохих групп, которые лишь прикрываются религией. Здесь, конечно же, неопытные люди могут попасть в эти ловушки, не зная под оплёки ситуации, к чему это может привести. А вот, Расул, скажите, что ещё не поздно сделать? Очень много, я уже говорил, в части того, что надо предоставлять альтернативу молодёжи в виде такого позитивного контента, та же информация, не то за силе, допустим, нехороших каких-то ценностей, которые идут через интернет, через телевидение, через культ силы, культ стяжательства и так далее. Какие-то правильные ценности. В школах, конечно же, помимо качественных педагогов, то есть, наверное, роль статуса самих педагогов и учителей, этим занимаются, но пока что недостаточно. Качество образования самого, вы знаете, то, что большинство наших школ в нашей стране, это двух-трёх сменное образование, по 40-45 детей в классе. Это тоже о многом говорит. Но и помимо этого, наверное, всё-таки в качестве альтернативы решения вот этих самых социальных вопросов, социальных требований, почему молодёжь замыкается в себе, либо мечтает уехать из страны, либо попадает под влияние каких-то тёмных сил. Снова же, это вот сам этот комплекс мер. Здесь то, что государство может сделать, это, наверное, с опорой на традиционное доповедство интеллигенции, усиливать всё-таки образовательную часть, чтобы люди имели равный доступ к информации, особенно в тех самых депрессивных районах и городах, на занятия спортом, на занятия какими-то кружками, какими-то полезными коллективными действиями. Спасибо вам. Я напомню, что с нами на связи был политолог Расул Жумалы.